Старцы, старицы, мужья и жены, юноши и девицы, дорогие наши гости, кто у нас сегодня есть на этом праздничном богослужении, я всех вас сердечно приветствую светлым праздником воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос амбият! He is risen! Дорогие мои, да благословить всех вас Господь! Самых искренних благословений в вашем служении Господу! Лично каждому из вас, вашим семьям, вашим родам, да благословить всех вас Господь! Да благословить Господь наших гостей! Извините, если есть неудобства! Надеемся, что наши братья Ашеры устроят все, что было всем добрым! Мы рады приветствовать тем, кто нас смотрит и слушает! Всех вас также поздравляем с праздником воскресения Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа! Мы помолимся и за тех, кто по болезни не мог быть здесь, чтобы их Господь также благословил и радость воскресения, радость победы! Посетила ихни души, ихни тела и ихний дух! Возлюбленные! Читаем, открывая наше богослужение, читаем 28 главу Евангелия от Матвея с первых стихов. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид Его был, как молния, и одежда Его бела, как снег. Устрашившие Его стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал, пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». После ужасной и страшной казни, которую претерпел Сын Божий ради нас и умер на кресте, Христос был похоронен. Он был положен в гроб, и во гробе лежал три дня. На третий день свершилось величайшее событие. Ангел Божий пришел и отвалил камень от гроба. Во гробу Иисуса Христа не было. Он воскрес. Могила, в которую был положен Христос, осталась пуста. И по великой милости Божией и вашей любви, братья и сестры, дорогие мои, я стоял у этой могилы. Я лично старался войти туда. Я человек немощный и совсем малый, но приближаясь к этой стене, к этой скале, к этому отверстию, мое сердце трепетало. Я думаю, Господи, Боже, что это такое? И когда, братья и сестры, я приблизился к этому входу в эту могилу, я услышал как бы гром голос Божий, который сказал, его нет здесь. Он воскрес. И я верю, что на протяжении двух тысяч лет миллионы и миллионы людей у этой могилы слышали этот голос. Этот голос был голос ангела, который говорил женщинам, который говорит и сегодня. Аллилуйя! Дорогие мои, И мы, как христиане, единственное вероучение на планете Земля, утвержденное на воскресении основателя этого учения, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа, как исторический факт, он подтверждается многими свидетелями. Об воскресении Иисуса Христа говорил Ветхий Завет, об этом Сам сказал Христос. И мы, открывая наше богослужение, будем читать Божье Слово, которое записано в 15 главе 1-го послания Коринфянам. С первых стихов читаем. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которые я благовествовал вам, которые вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нетщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что Исам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кихве, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даже до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. «Ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божией есть тот, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Но Христос воскрес из мертвых, смертью в свет поправ, и сущим огромам всем жить даровал. Притом, мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Но Христос воскрес из мертвых, светил, свет по правам, и сущим огромам всем жить даровал. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. Но Христос воскрес из мертвых смертью в свет поправ, и сущим огромам всем жить даровал. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастеннее всех человеков. Христос воскрес из мертвых, смертью в свет поправ, и сущим огромам всем жить даровал. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Но Христос воскрес из мертвых, смертью в свет поправ, и сущим огромам всем жить даровал. Но Христос воскрес из мертвых, смертью в свет поправ, и сущим огромам всем жить даровал. Но Христос воскрес из мертвых, смертью в свет поправ, и сущим огромам всем жить даровал. Мы в нашем собрании и в нашей молитве поблагодарим Бога за Его славную победу и призовем Божье благословение и Божье присутствие в нашем служении. Будем молиться. Слава Богу, братья и сестры! Этот чудный день сотрил Господь. И мы возрадуемся в Он, потому что Он даровал нам это благословенное время, которое мы имеем перед нашим Господом. Все благословенно, братья и сестры! Наши лица радуются, улыбаются, потому что наш Иисус воскрес. В оправдание наше, дорогие братья и сестры! Слава Богу! Эта радость дает каждого из нас, наши дома, наших детей, наших соседей, окружающих нас людей, чтобы быть воистину в наших сердцах. Воскресший Христос жил и делал свое дело для спасения душ наших, братья и сестры! Да благословит нас Господь! Да не горжает нас эта погода! Знаете, мы радуемся! Вчера был такой прекрасный день! Мы очень радовались все, да? Работал кто-то на Бекьярдах, кто-то где-то работал, а сегодня вроде дождик. Но вы знаете, у Бога плохой погоды не бывает, братья и сестры! У нас бывают плохие настроения, но у Бога плохой погоды не бывает! Да благословит нас Бог, братья и сестры! Радоваться этому, потому что действительно Бог сотворил все чудно! И да благословение Божие будет над каждым из нас в этот день! Вы знаете, я звонил вчера уже вечером туда на Украину, там поздравляю друзей тоже с этим праздником, потому что в этот день действительно вся земля, миллиарды людей празднует этот великий праздник в воскресении нашего Иисуса Христа! Совпала эта Пасха именно на той земле и здесь, откуда мы приехали, и вся земля, все христиане, все христиане земли празднует этот чудный праздник в воскресении нашего Господа Иисуса Христа! Да благословит всех нас Бог, мои братья и сестры! Знаете, для меня этот день, это самый важный день в моей жизни! Я жил в православной семье, и как по обыкновению, многие православные люди в этот праздник Пасхи идут в церковь, святить Пасху, и я ходил в свое время, у меня был один праздник христианский, это Пасха, я много лет ходил туда, в эту церковь, потом так случилось, что я попал в дом молитвы пятидесятников, тоже на Пасху, да, попал я на Пасху, и вышел, и через год обратно попал на Пасху, молитвный дом, и вы знаете, братья и сестры, и там живой Христос коснулся в моего сердца, и с тех пор я остался, так что для меня, братья и сестры, этот праздник, это очень важный день, очень важный день, я хочу еще обратиться ко всем нам, мы здесь есть такие люди, которые тоже приходят раз на Пасху, и говорят, что это за церковь, когда не придешь, Христос воскрес, Христос воскрес, и мы братья и сестры, дорогие друзья, вас Христос сюда привел, Дух Святой вас ввел сюда и привел, чтобы вы действительно обратились к Нему, чтобы живой Христос был бы вашим спасителем и искупителем, потому что Он воскрес в оправдание ваше, Он воскрес в оправдание всех нас, и ваши также, братья мои, сестры, дорогие друзья, кто пришел, кто может отступил от Господа, то сегодня призыв Божий к вам звучит. Я прочитаю Слово Божие, это Марка, из 16 главы я прочитаю из первого стиха и ниже. По пришествию субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать и Его, то есть Иисуса. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца, и говорят между собой, кто отвалил нам камень от двери гроба, и взянувшие видят, что камень отвален, а был он весьма велик. И вошедшего в гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите на заре распятого? Да, они Его искали. И этот юноша, это Анна говорит, Он воскрес, Его нет здесь, вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его, и Петру, именно ангел, указал это место, и Петру, что Он встретит вас в Галилее, там Его увидите, как Он сказал вам. И вышедшие побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Братья и сестры, Он сказал, идите, скажите ученикам. И самое главное, Он указал это место, Марк пишет нам, Петра, может, ты действительно, дорогой друг, уже отошел, и думаешь, что ты Господу не нужен. Нет. Он воскрес из-за тебя. И Он сегодня говорит, приди сюда, приди сюда, я люблю тебя, я за тебя, кровь святую, я за тебя, воскрес, в твое оправдание, и будешь иметь жизнь, и будешь иметь спасение. Это призывает тебя Иисус сегодня. Призывает Иисус сегодня. Может, это вне обыкновенно, что с первой проповеди начинается призыв, но это все обыкновенно, братья и сестры. Это все обыкновенно, друзья. Если ты здесь, и тебя привел в себя Иисус, живой, воскресший, Он ныне призывает тебя. Приди, не стесняйся, не стесняйся. На тобой работает Дух Святой. В твоей душе что-то есть, что-то есть. Ты помнишь этот день воскресения Иисуса Христа, и пришел сюда, да благословит Бог. В течение этого собрания, я призываю всех вас, кто желает прийти сюда, пожалуйста. В течение этого всего собрания мы остановим все собрание. Мы будем молиться, потому что об этом радуется небо. Да благословит всех нас Бог, братья и сестры. Да благословит Бог. Вся проповедь апостолов, она была направлена на воскресение Иисуса Христа. Петр в первой своей проповеди, когда в день Пятидесятницы, он проповедовал мужям израильским и говорит, мужи израильские, выслуйте слова эти, Иисуса Назарея, мужа засвидетельствовал вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, этого. По определенному советам и предведению Божьему преданного вы взяли и пригвозивши руками беззаконными убили и положили в гроб, как читал пастырь. Да, но Бог воскресил его, расторгнул узы смерти, потому что ей той смерти невозможно было удержать Иисуса Христа. Он воскрес, мои братья и сестры, Он воскрес, это торжество, это радость для всех христиан, и мы будем радоваться, мы будем торжествовать, мы будем славить Его имя, потому что Он достоин славы. Если же Дух того, кто воскресил Христа из мертвых живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущих в вас, мои братья и сестры, да благословит нас Бог. В этом. Я еще прочитал из 15-го 1-го Психа Коринфляна, 55-й стих и ниже. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом, воскресив Его из мертвых. Дорогие братья и сестры, победа наша в Иисусе Христе. Сегодня праздник победы. Победы над смертью, победы над адом, потому что Бог нас освободил от этого, даровал нам свободу, воскресением Иисуса Христа, мои братья и сестры. Мы будем радоваться. Мы будем благодарить нашего Господа. А кого касается Дух Святой на этом месте? Кого воскресший Христос привел сюда и хочет жить в том сердце? Пожалуйста! Мы сейчас будем молиться. Мы будем молить нашего Господа за Его воскресенье, за Его чудную победу. А кто же говорит, выйти, пожалуйста. Мойте выйти. Мы за вас будем молиться. Братья и сестры, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Мы благодарим воскресшего Христа. Аллилуйя! Христос воскресенье! Христос воскресенье! Как благодарить дуэлью! Христос воскресенье! Субтитры создавал DimaTorzok 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 что Иисус Христос был безгрешен, он был оправдан Богом, и Бог показал всему миру, что не было в нем греха. Вы знаете, у меня на работе есть женщины, которые диспетчера, и вот совсем недавно я увидел, у одной женщины появилась цепочка и крестик. И я говорю, а что это у тебя такое? Она говорит, крест, и так смотрит на него, и я говорю, а что там на кресте у тебя? Христос. Я говорю, а зачем ты его там держишь? Ведь его нету на кресте. Она так посмотрела, ну, ну, это мне так приятно. Я говорю, нету, его нету на кресте, его даже и в могиле нету, в гробу нету. Говорю, какой праздник мы будем праздновать вот скоро? Она говорит, ну, воскресенье будем праздновать. Да, так вот я ей говорю, его нету. Она говорит, ну, ну, это я так родилась в этом, мне не хочется менять зону комфорта, я так и буду носить, потому что мне, ну, приятно так. Он этот образ напоминает мне, ну, о себе, о том, что Христос был на кресте. А я ей говорю, слушай, ну, вот представь, ты приходишь домой сегодня вечером, открываешь дверь, и там твой бойфренд стоит и обнимает другую девчонку, и что ты скажешь? Ты скажешь, ты что делаешь? А он ответит, не переживай, дорогая, она просто напоминает мне о тебе, как тебе понравится или нет. Ну, она, ну, конечно, мне это не понравится. Я говорю, так и Богу не нравится это. Не может быть этого. Говорю, он воскрес, друзья, и мы должны, мы обязаны провозглажать эту истину, потому что она, в этой истине заложено очень много, эту истину, что Христос воскрес. Христос воскрес! По истину воскрес! Христос воскрес! По истину воскрес! Христос воскрес! По истину воскрес! Вы знаете, я рассуждал однажды о справедливости Божьей, и я так думал, Господи, прежде нежели я родился, я, конечно, не знаю, где я был, или вообще был я до рождения. Возможно, при моем зачатии я, как личность, был создан. Но вот до того, как я родился, мне никто не сказал, что, слушай, когда ты родишься, ты родишься в бедную семью, ты родишься во грехе, и грех тебя будет, так как он господствовать над тобой будет, он будет тебя водить, ты будешь делать зло, за тобой милиция будет гоняться, тебе будет плохо, ты будешь людям делать зло. А в конце концов, когда ты умрешь, то тебя отправят в ад. Я говорю, Господи, ну меня же никто не спросил, желаю ли я родиться в такую атмосферу, ведь это, ну, своего рода, как по моему мнению, это несправедливо. И вы знаете, так при рассуждении мне такая пришла мысль, ну, как бы Бог мне говорит, что, ну да, это если по твоему рассуждению было бы справедливо, но ты имеешь возможность родиться второй раз. Потому что, кто родился один раз, он будет два раза умирать, а тот, кто родился дважды, он умирает только один раз, поэтому у тебя есть такая возможность. Я предоставил такую возможность для каждого человека. Ну, а я после рассуждал уже вот совсем недавно на заповеди, я думал, как раз в собрании, во время преломления, я думал, Господи, ну, ты, да, вторым моим рождением, ты меня избавил от власти греха, ты меня избавил от силы греха. Но желание греха-то осталось во мне, и способность грешить тоже во мне пребывает, и даже присутствие греха часто нахожу. Я, как тот стихотворец сказал, что я слабое, капризное дитя, скольжу и падаю, и вновиду хромая, запутываясь в дьявольских сетях, освободившись, снова в них впадаю, и снова на коленях пред тобой. Прошу тебя о сладости прощения, и ты немедля пронзенной рукой даешь душе покой и исцеление. И я так, как бы рассуждаю, я говорю, Господи, почему ты не сделал так, чтобы я был чист полностью, чтобы совесть меня больше не тревожила, чтобы я был свободен полностью. И вы знаете, при этом рассуждении, именно во время этого собрания, и мне такая мысль опять, как Бог говорит мне, если я это сделаю, тогда ты перестанешь приходить на Голгофу. Тогда ты перестанешь смотреть на этот пустой гроб, тогда ты перестанешь помышлять о претерпевшем над собой такое поругание, тогда ты не будешь совершать, не будешь принимать участие в воспоминании, ты полностью обо мне забудешь. И я подумал, Господи, но ведь это же тяжело, надо бороться. И так, как бы, Бог снова отвечает, говорит, да, это надо, это моя воля, чтобы было так. Это как driving force, это как сила, которая будет заставлять постоянно тебя всегда приходить туда на Голгофу, где ты сможешь получать прощение. Ты сможешь приходить туда, к открытому гробу смотреть, где каждый человек получает второе рождение, и ты будешь вспоминать о моих страданиях, в которых ты имеешь жизнь, которые дают жизнь тебе. И я так рассуждаю, я поблагодарил Бога, я прославил Бога, я прошу Господа силы. И теперь мне, конечно, хочется сказать каждому, кто находится здесь в этом собрании, или, возможно, кто смотрит сейчас по телевидению, если вы жалуетесь, что ваше первое рождение было неудачное, плохое, и вы ропщите на это первое рождение и говорите, зачем родила меня мама, друзья, вы имеете возможность второй раз родиться. И это возможно сейчас, непосредственно на этом собрании, потому что Бог, Он жив и действующий. И как Он сказал, как написано в Евангелии, что пришел к своим, а свои не приняли, а тем, кто приняли, дал власть называться и быть детьми Божьими. Итак, сегодня каждый человек имеет эту возможность родиться второй раз. А сейчас, друзья, мы желаем нашим новообразовавшимся группой спеть псалом, как бы снова возвратить вас в то, что Христос прошел, когда Он дошел до гроба, до могилы. И в Семанском саду 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 Семанского 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 саду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Который никогда не слышал о Пасхе или как мы говорим здесь Истер Который никогда не слышал про Иисуса Христа Или люди, народы, которые никогда не слышали ничего подобного Что бы мы им сказали в первую очередь, если бы нам предоставилась эта возможность говорить им О чем бы мы начали и что бы мы им сказали Я хочу прочитать такой подобный случай, который произошел с апостолом Павлом Это место, которое записано в Деяниях апостолов в 17 главе Когда он находился в Афинах Апостол Павел, когда ему пришлось находиться в Афинах Он начал говорить афинянам О Боге Бог, сотворивший мир и все, что в нем Он, будучи Господом, небо и земли не в рукотворенных храмах живет И не требует служения рук человеческих Рук человеческих Как бы имеющий в чем-либо нужду Сам давая всему жизнь и дыхание и все От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли Назначив предопределенные времена и пределы их обитанию Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Хотя Он и недалеко от каждого из нас Ибо мы им живем И движемся, и существуем Как и некоторые из наших стихотворцев говорили Мы Его и род Итак, мы, будучи родом Божиим Не должны думать, что Божество подобно Золоту или серебру или камню Получившему образ от искусства и вымысла человеческого И Он продолжает и говорит Итак, оставляя времена неведения Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться Повелевает людям всем повсюду покаяться Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную Посредством предопределенного и мужа Подав удостоверение всем, воскресим его из мертвых Воскресив его из мертвых Услышав о воскресении мертвых, они насмехались А другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время У этих людей произошел смех Реакция на воскресение из мертвых была смех И насмешки Они просто начали надсмехаться над ним Как каким-то неразумным Строили из него посмешище Братья и сестры Это вещь, которая для людей Которые не знают Бога Которые живут в каких-то других религиях Оно вообще непостижимо Так же самое, как было в свое время для апостолов Евангелист Марк пишет и говорит, что Он упрекал 11 апостолов За их неверие по его воскресению Из-за их жестокосердия Они не могли принимать Они все не верили Подавая ему удостоверение Он даже дал им возможность Вложить свои персты в его раны И Христос сказал Блаженны, невидевшие и верующие Слава Господу Мы блажены с вами, братья и сестры Потому что мы приняли Слово Господне Как оно есть Христос ставил перед учениками дитя и говорил Если мы не примем Ставил образец Если не будем принимать Его учение Его царство То мы не сможем войти в царство это Если мы не будем подобно дитям Принимать это Весть эту Сегодня для этого мира Очень странно слышать О воскресении мертвых Недавно я прочитал такую статью На прошлой неделе На обложке большого журнала Тайм Было написано А если нету ада И люди рассуждали И мне просто было интересно Отзывы, которые люди написали на эту статью Я в следующей неделе прочитал И вот одна женщина из Калифорнии Написала Очень коротко Она написала Он Бог не только любящий Но Он и порядочный Бог Он никого не заставляет проводить с Ним вечность Ад это там, где нет Бога Люди избирают это И пожалуйста Живите в аде Христос обещает всем Кто уверовал Что и Он их воскресит В последний день Халилуя Братья и сестры И Я хочу вам рассказать Одну историю Которую я недавно прочитал Свидетельство одного пастыря церкви Он сам Из Польши этот пастырь Его имя Вильям Волнер Он Когда В 1927 году Выпустили первый кинофильм Царь царей Этот фильм был еще не озвученный Не было звуков Не было диалогов Но Христиане уже в то время Взяли этот фильм И начали везде показывать Где возможно Потому что Подобно как Христу Который Томился И желал себя Показать Во славе Для учеников Они хотели Наглядно Показывать О воскресении Иисуса Христа И все миссионеры Брали этот фильм И везли в какие страны И показывали И вот этот пастырь говорит Что он был молодой В то время И когда он увидел этот фильм Он уверовал И посвятил Жизнь Свою Господу И стал пастырем В Чехословакии Лютеранской церкви И вот когда Наступила Вторая мировая война Немцы Пришли И первым делом Они врывались И в церкви И в ихней церкви Он рассказывает Такое свидетельство Был один уверовавший Еврей Который принял Христа Его как и всех Евреев взяли Сразу В эти Контракционные Лагеря И там Он как христианин Стал утешать И наставлять Всех Заключенных Чтобы они не боялись Чтобы они достойно Отважно принимали Смерть Он говорил Что есть Господь Который воскрешает Он наставлял В вере И сразу же Он Обратил на себя Внимание Гестаповцев Они его сразу Взяли И начали пытать Они били его Железным прутом По руке Пока не перебили Ему руку Полностью И потом Отрезали Потом Взяли его голову И начали бить О каменную стену Лицом Пока не разбили Все его лицо И дали ему Потом зеркало И говорят Посмотри Теперь ты похож На еврейского Христа Этот верующий Поднял Свою Вторую руку И сказал О Господь Я благодарен Тебя Что ты удостоил Меня Такой чести Быть похожим На тебя Халилуя Есть такие Верующие Братья и сестры И вот этот Гестаповец Был сражен Он не имел Покоя Он нашел Этого пастыря Пришел к нему И начал Исповедоваться И каяться И плакать Что вина Которая на его Сердце была За этого Человека Он не мог Освободиться От этой Вины И этот Пастырь Говорит Что я долго С ним беседовал И молился И впоследствии Этот Человек Гестаповец Уже работал На Как бы Сотрудничал С партизанами И много Еще сотен Людей Было Тайно Спасено Братья и сестры Мы Это знаем Только одно Свидетельство Такое Но в нашей Стране В этих ГУЛАГах Лагерях Где наши Братья и сестры Страдали Перенося Страдания Ради Иисуса Христа Когда они Показывали И говорили Что жив Господь Халилуя Какой Подвиг Они совершали Для Господа Мы Не знаем Мы только Отчасти Слышим Эти Свидетельства И они Трогают Наше Сердце Писание Говорит Второе Послание К Тимофею Во второй Главе Апостол Павел Пишет Тимофею Говорит Помни Господа Иисуса Христа От Семени Давидова Воскресшего Из Мертвых По благовествованию Моему И Говорит В Десятом Стихе Посему Я все Терплю Ради Избранных Дабы Они Получили Спасение Во Христе Иисусе С вечной Славой Верно Слово Если Мы С Ним Умерли То И С Ним И Оживем Если Терпим То С Ним И Царствовать Будем Халилуя Мы имеем Такую Надежду Что Мы будем Царствовать С нашим Господом Когда мы Перетерпим И Господь Учит Нас В слове Своем Что Мы Христиане Должны Быть Готовы Страдать За Господа Нам Хорошо Праздновать Праздники Мы Заняты Много Своими Праздниками И Традициями И Это Хорошо Потому Что И Подрастающее Поколение Учится О Христе Мы Проповедуем Здесь Христа Мы Празднуем Это Радуемся В Господе И Это Очень Важно Радоваться Пред Господом За Его Спасение И Писание Говорит Кремлянам В 6 Главе 5 Стих Если Мы Соединены С Ним Подобием Смерти Его То Должны Быть Соединены И Подобием Воскресения И Настанет Этот День Братья И Сестры Когда Мы Будем Соединены С Господом В Воскресении Всегда Навеки Потому Что Из Спасения Божия Заключается В том Чтобы Наше Тело Стало Бессмертным Чтобы Снова Воссоединить Наш Дух И Душу С Телом И Уже Навеки Навсегда В Духе В Душе И В Теле Познавать Господа В Вечности Быть С Ним И Радоваться Этой Радостью Вечной И Заметьте Такое Слово Итак Оставляя Времена Неведения Бог Ныне Повелевает Людям Всем Повсюду Покаяться Ибо Он Назначил День В Который Будет Судить Вселенную Мы Уже Слышим Что Господь Повелевает Если Раньше Бог Смотрел На Согрешение Людей Он Когда Жертвы Приносились И Смерть Этих Животных Покрывала Как бы Этот Грех И они Могли Дальше Жить Животное Умирало За них Они Человек Мог Дальше Жить И Господь Давал Им Эту Возможность Дальше Жить То Теперь Господь Говорит Что Он Повелевает Людям Всем Повсюду Покаяться И Мы Братья И Сестры В это Вовлечены Чтобы Проповедовать Иисуса Христа Всем Людям И Говорить О Воскресении Этом Славном Воскресении Которое Будет Для Всех Верующих Братья И Сестры Поэтому Я хочу Заметить Такой Момент Что Люди Перенося Ради Господа Такие Страдания Переносили Такие Страдания Когда Их Казнили Когда Их Перепиливали Как Писание Говорит Распиливали Их Пополам Пилами Мучили Чтобы Они Отреклись Только От Господа Чтобы Они Не Веровали В Господа И Люди Отказывались Это Делать Принимая Смерть Сейчас В настоящее Время Происходит Очень Много По всей Земле Таких Моментов Где Христиане Страдают Особенно Мы Слышим Что В Мусульманских Странах Как Какие Гонения Какие Испытания Христиане Встречают Когда Их Жизнь Подвергается Опасности Постоянно Каждый День Братья И Сестры Когда Мы Имеем Доброе Время И Если Мы В это Доброе Время Не Можем Ради Христа Как Терпеть Какие-то Обиды Лишения То Как Мы Можем Рассчитывать На то Что Мы Когда Настанет Это Время Испытание Что Мы Можем Пострадать За Господа Когда В доброй Жизни Когда В благоприятной Жизни Мы Не Могли Себе Отказывать Ради Христа Братья И Сестры Поэтому В этот День Воскресение Нашего Господа Иисуса Христа Моем Приветственном Слове Я Хочу Всех Вас Снова Поздравить Христос Воскрес И да Благословит Нас Господь Чтобы Мы Стойко Шли За Господом Неся Всегда В нашем Теле Мертвость Господа Чтобы Он Воскресил Нас В Онный День Слава Ему За Все Аминь Благодарим Наш Иисус Искупитель Заботы Чудные Что Ты Нам Я Благодарим За Создания И Боги Что Будь Господь Спасение Ты Ном Аминь Слава Христу Он Слава Голубь Гром Проливая Чтоб Ты Мы Спасем Слава Христу Ему Вечная Слава Будет Вовеки Наши Сердца Он Пострадал Слава Благодарим За Тебя Он Был Расскят Но Он Воскрес Но Он Воскрес Он Воскрес Он Воскрес Христу Расскят Христу Воскрес Алли Лу 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 Это Вес Песня С Тебе Алли Лу 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 Бände Слава Песня Лу Лу А Лу Лу О Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Его распинали, за все человечество кровь пролилась земной бесконечной, бесценной. Каково над грешной земной поделась и сделала центром вселенной. Так только мог всемогущий Отец надать на заклание сина. Такая любовь для отцовских сердец, а истину непостижима. Слава Богу! Святый, святый ты, Господь, полна вся земля славою Твоей. Пусть народы, Господи, честь и хвалу лишь Тебе. Господь, Господь, посияй, чтоб увидел мир в Тебя. Воспитают небеса, как прекрасен Бог нас, вселенная поет. Аллилуйя! Святый, святый ты, Господь, полна вся земля славою Твоей. Пусть народы, Господь, посияй, честь и хвалу лишь Тебе. Воспитают небеса, как прекрасен Бог нас, вселенная поет. Аллилуйя! Воспитают небеса, как прекрасен Бог нас, вселенная поет. Аллилуйя! Воспитают небеса, как прекрасен Бог нас, вселенная поет. Аллилуйя! Воспитают небеса, как прекрасен Бог нас, вселенная поет. Аллилуйя! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok 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 что мы сделали какие-то дела. Не потому, что у нас есть огромные подвиги, но потому, что был сделан один подвиг. Это Иисусом Христом. И ты и я сегодня стоим под Его праведностью. Сегодня облеклись в Его одежды. Сегодня стоим и хвалимся Его именем, потому что Он жив во веки веков. Ему слава. Аминь. Слава Богу. Вы знаете, братья и сестры, сегодня Дух Святой ведет наше собрание. Братья не сговаривались о какой теме. Тема у нас одна. Воскресение Иисуса Христа. Но сегодня от начала собрания идет призов. Кому-то Господь стучит. Это твой шанс сегодня. Господь стучит. Поэтому, кто желает, мы сейчас будем петь все вместе. Сном погребен. Давайте мы встанем. Будем петь псалом. Сном погребенного спал мой Спаситель. И я предреченного ждал мой Господь. И, пожалуйста, если кто желает отдать свое сердце Господу, выходите прямо сейчас во время пения. Мы вас благословим именем Господнем. И вы пойдете, радуясь в этот праздник, знаменательный праздник, воскресение Иисуса Христа, номер 626. ПОНЕЦ ПЕСНЯ 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 Кто еще был в Израиле? Поднимите. А у гроба Господнего были? Его там нет? Общество, вы слышите? В Израиле был такой закон. Двух человек свидетельство истины. У нас четыре есть. Мы можем им поверить? Слава Господу! А где Ольга Лазаревна? Там есть, да? Она тоже была там, да? Ага. Это уже пятый. Братья и сестры, пять свидетелей, которые были у гроба Господня. И они нам свидетельствуют, что его там нет. Когда-то я читал один пастыр, американский. Он говорит, я был у гроба Господнего. Говорит, я заходил туда, выходил назад. Заходил снова и снова выходил. Опять заходил и выходил. Говорит, его там нет. Он воскрес. Слава Ему! Христос воскрес, братья и сестры. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! По истину воскрес! Присядьте, пожалуйста. И знаете, мы с вами люди. Не надо напоминать нам об этом. Плоть! Плоть! Со всеми своими наклонностями, со всеми своими недостатками. Может быть, с какими-то хорошими сторонами, чертами характера. Некоторые из нас. Может быть. Но я хочу сказать. Кто из нас своим характером, добрым поведением, своей праведной жизнью, может быть, святостью, заслужил то, что Бог нам с вами дал? Кто? Никто, правда? Никто. Только по благодати Господа нашего Иисуса Христа. И как написано, благодатью вы спасены. И сие не от вас. Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Поэтому, братья и сестры, давайте в этот день будем не на себя смотреть, не на свои недостатки. Конечно, будем укорять самих себя. А будем смотреть на Господа Иисуса Христа, который стал для нас жертвою за грех. Слава Ему вовеки! И апостол Павел предупреждает нас. Я хотел бы повторить слова, которые прочитал нам брат Володя. Я с ним не договаривался. Я вчера сидел, рассуждал над Словом Господним. И вот эти слова пришли мне на память. И я их хочу вам прочитать. Апостол Павел пишет такие слова. 2 Тимофею 2 глава 8 стих. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему. И потом я так стал рассуждать. И знаете, я выписал много повелений, которые вот в этих двух посланиях апостол Павел написал своему ученику Тимофею. Знаете, что он написал? Я вам прочитаю, пусть не будет это вам в тягость. Хорошо? Он написал так. Когда мы читаем эти. Воинствуй. Проповедуй. Будь образцом. Занимайся. Не неради. Заботься. Прибывай. Вникай. Не укоряй. Увещевай. Почитай. Внушай. Не принимай. Обличай. Учи. Удаляйся. Убегай. Преуспевай. Подвязайся. Держись. Храни. Возгревай. Не стыдись. Укрепляйся. Переноси. Разумей. Напоминай. Старайся. Настой. Слава Господу. Вот столько повелений. Когда я выписал. И то я еще выписал не все. Но особо я обратил внимание на вот эти слова. Помни. Господа Иисуса Христа от семени Давидова. Воскресшего из мертвых. По благовествованию моему. И вы знаете, братья и сестры. Я не знаю, может быть, вы как-то по-другому. Но я способен забывать. Как один американец мне сказал. I got really sharp memory, but too short. Too short. Вот такая память и у меня. Хорошая память, но очень короткая. Но вот Павел пишет. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых. Человек способен забывать. Братья, сестры, молодежь, которая будет после нас. Помните Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых. Он воскрес из мертвых. Слава Ему. И я хотел бы с вами, братья и сестры, еще обратить внимание на одно место. Очень важное место. Прежде чем произошло воскресение Иисуса Христа, прежде чем эта радостная весть распространилась по всем ученикам, была Голгофа. И я снова и снова хочу обратить нас к Голгофе. Это очень важно. И я прочитаю такие слова. Это послание к Колоссянам. 2 глава с 12 стиха по 15. Здесь написаны такие слова. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли, верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, то есть нас всех, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». И важный стих, на который я хотел бы обратить наше с вами внимание. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Это очень важно, братья и сестры. Вы знаете, это началось не тогда, когда мы читаем повествование о Христе. Противостояние Христа и дьявола началось очень давно, задолго до нашего бытия на этой земле, задолго до Израиля еще, которого он избрал. Древние времена, Авраам, Фара, Ной, Адам, еще задолго до того, началось противостояние этих двух сил, оно началось на небе. Туда вошел грех, вы знаете, туда вошел грех. Как это могло произойти, я не знаю, но написано, доколе не нашлось в тебе гордости. И вот с тех пор, вот этот конфликт, он не утихал, а он разгорался. И творение Божие было настолько низложено дьяволом, сатаною, который обманул, который пришел на эту землю, который был низвержен и пришел к людям и обманом, обманом захватил власть. Он сказал, а подлинно ли, сказал Бог. С этого все началось. Подлинно ли, сказал Бог, объявил себя благодетелем. Бог вам всего не сказал, а вот я, благодетель, я вам скажу нечто, вы будете знать. Вы будете знать. И точно узнали, правда? И до сих пор мы с вами знаем, и до сих пор несем на себе, и до сих пор болеем, и до сих пор падаем, и до сих пор умираем. До сих пор все происходит. Узнали, узнали самое важное, чего не знали. Как сегодня мы. Точно так же. Хотим знать, чего мы не знаем. Но Слово Божие говорит, блажен, кто не знает глубин сатанинских. Если не знаешь, значит, тебе не надо знать. Значит, не стремись к тому, чтобы знать. Храни душу свою, потому что, как написано, храни сердце свое, потому что из него источники жизни. И это противостояние началось еще на небе, братья и сестры. И эта битва продолжалась и продолжалась до тех пор, пока этот древний змей был низвержен на эту землю. На земле началось это противостояние. Но Бог сотворил человека. Вдунул в лице его дыхание жизнь. Человек стал душою живою, но пал. Пал. И закон был ослаблен плотью. Но Слово Божие, оно превыше всего. Нам не раз, братья и сестры, свидетельствуют братья наши, как написано, ты возвысил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. И Слово Божие, оно неизменно, оно незыблемо. И Бог не мог нарушить Слово Свое. И в то же время, в одно время сделать что-то хорошее, приятное, и в то же время нарушить Слово. Бог этого не мог. Должна была восторжествовать справедливость. Но в то же время Бог есть любовь. Должна была торжествовать милость. Каким образом примирить справедливость и милость? Невозможно, правда? Это судьи этого мира, они не могут этого сделать. У них нет разума, как сделать. Как утвердить справедливость и оказать милость? А когда Он пришел, написано, правда и мир облобызаются, милость и истина встретятся. Правда? Бог свел их вместе. Каким образом? Через Иисуса Христа, Сына Божия. Слава Ему вовеки. Обоих примирил. И в одном теле примирил обоих с Богом посредством креста, убив вражду на Нем. Слава нашему Господу. Бог во Христе примирил с Собою мир. Вот где встретились истина Божия, справедливость Его, святость Его и Его милость. И Его любовь. Слава Богу нашему. И Гефсимания, Голгофа, они стали, братья и сестры, я хочу вам сказать, кульминационным моментом этого противостояния. Противостояния Сына Божия, о котором сказал Бог, Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя. И Тот, Который был помазанным херувимом, чтобы осенять, но возгордился и был низвержен. Бог привел все к финальному завершению. И на Голгофе, на Голгофе разыгралась самая жестокая битва. Было поставлено, именно на Голгофе, было поставлено быть или не быть, жить или умереть. Одно из двух. До этого закон, до этого приношение, до этого агнец, до этого Пасха. Как написано, помните, когда Бог сказал Моисею, ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Это было величайшее избавление. По-еврейски Писах. Бог избавил народ свой из земли египетской. Теперь Пасха наша, Христос, заклан за нас. И Пасха это не день. Пасха это факт. Тогда агнец, сейчас Христос. Слава Ему вовеки. И вот здесь, братья и сестры, давайте вдумаемся и перенесемся еще немножко. Наберитесь терпения. Давайте мы подумаем, что же происходило на Голгофе. Как ученики реагировали на все это. Они жили с учителем. Мы знаем это. Они видели. Еще от начала, от того времени, как Он призвал их. Что-то в их сердцах перевернуло их. Братья и сестры, что-то должно было произойти, правда? Ну как это так? Работать, заниматься рыбной ловлей, обеспечивать свою семью. И вдруг оставьте. Идите за Мною. Я сделаю вас ловцами человеком. Как было? Жены, дети. Что было? Как оно случилось? Понятия не имеем, правда? Ну практически. Как это могло произойти? У сбора пошлин. Следуй за Мною. Закхею, сойди скорее. Надо мне быть у тебя в доме. Нафанаилу говорит подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Господи, где живешь? Пойдите и посмотрите. Никто не говорил так, как этот человек. Господи, учитель, таких дел, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Братья и сестры, я говорю быстро, если вы понимаете, если вы читаете Слово Божие, вы понимаете ход моих мыслей. Понимаете, вот это вот все. А потом на море. А что же на море? Волны. Бьют так, что невозможно. И вот эти рыбаки, которые привыкли к морю, говорят, спаси, погибаем. Умолкни, перестань. А воочию, слава Господу нашему. Кто же ты? Фарисеи спрашивают, откуда ты? А кто дал тебе такую власть? Мертвые воскрешают. Нищие благовествуют. Хромые скакают. Слепые видят. Мессия. За кого вы меня почитаете? Ты Христос, Сын Бога Живого. Точка. Никаких сомнений. Ты Христос, Сын Бога Живого. А дальше что? А дальше отречение. Да, блажен ты, Симон, сын Ионин. А потом отречение. А почему отречение? Почему? А знаете почему? Потому что Мессия не может быть побежден. А мы надеялись, Он тот, который должен избавить Израиля. А мы думали было. Помните? Правильно думали. Он должен избавить Израиля. Правильно думали. Правильно вы думаете. Он Мессия. Но Он не такой Мессия, как вы думаете. Он Мессия совсем другой. Его власть совсем другая. Он примиряет непримиримое. И восстанавливает тот, что невозможно восстановить. Он тот, которому дана вся власть на небе и на земле. Слава Ему вовеки, братья и сестры. На Голгофе разыгралась самая большая драма, самая сильнейшая битва за всю историю Вселенной. Там сошлись добро и зло. И добро победило. Слава Господу нашему. Знаете, почему Он победил? Есть один ответ. Петр пишет. Потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Слава Господу. Братья и сестры, как наше сердце должно переполняться любовью к Нему? Благоговением перед Ним. И каждый день, склоняя колени свои, мы должны с полным сознанием говорить Ему эти слова благодарности, слова признательности, слова любви. Он достоин. Слава Ему вовеки. Братья и сестры, вы готовы молиться? Может быть, кто-то не знает еще любви Христа. Может быть, кто-то еще далек от Него. Может быть, чье-то сердце стало каменным. Сегодня Он зовет тебя. Когда-то Он сказал, Приди к Нему. Я знаю, что в твоем сердце есть сомнения. Но я хочу спросить тебя, мой друг. А кто даст тебе не сомнения? Кто даст тебе какую-то надежду, на которую ты скажешь? На которую, посмотрев, ты скажешь, вот это мое. Я в это верю и этим буду жить и этого держаться. Кто? Кто? На небе, на земле, человек, истукан, президент, император, король. Кто? Кто и где? Когда-то Бог говорил через пророка. Никого не знаю. И мы с вами никого не знаем, правда? Мы знаем одно имя, которым надлежит нам спастись. Слава Ему вовеки. И это имя дал Ему Бог. Написано, Он дал Ему имя, дабы пред именем Иисуса Преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Он зовет тебя сегодня. Приди к Нему, и Он даст покой душе твоей. Склонимся для молитвы. Аллилуйя. Аллилуйя.